девчонки мне мэр посоветовал одну кулинарию где готовят на месте а мы сейчас только позавтракали и я щас умру тут это такие вещи но тут и цены конечно я вам хочу показать что тут есть я не знаю можно ли тут снимать но я даже не спросила это омары африканские это вообще помпт руфеля я сейчас вам сниму пока меня отсюда не выгонят если вы не обедали мне очень жаль короче не то мы вчера гуляли с верой и там мы обедали он можно попробовать Он мне предложил бутербродик, но поскольку мы только что позавтракали, я себе этот бутербродик возьму. А вот всякие пасты замороженные, я так понимаю, нет, не замороженные, свежие, это вот так вот прямо у них тут и дело в этой кулинарии, на развес. Вот кафетерия у них, в которой можно попить кофе и посидеть. Так, а тут, наверное, пирожные. Ну все, кранты, девчонки. Лера где-то тут потерялась. А, конфеты. А, ну да. А вот и пирожные. Ну все. Лера, ты представляешь, мы не там вчера поели. А там есть, кстати, кафетерия, можно в ней сесть. Может вернемся когда? Там, кстати, паста. А, тут еще и вина. Лифт, поднимаешься, вина. На самом деле, мы могли бы ехать намного дороже, чем там. Я думаю, намного приезжать. Черт побери. Придется опять в Милан приезжать. Блин, не то и не там. Вон еще вина. Это фрукты всякие на развес. Это грибочки. Лисички. Девчонки, во многих странах я была. И многое я повидала. Но такой кулинарии я не видела в жизни. Короче говоря, это кранты полные. А мэр еще вчера нам написал «Зайдите в двух метрах от гостиницы, рядом дверь, и есть вот такое чудесное место». А мы ушами прохлопали. Мэр же плохого не посоветовали. Ну, тут сырое мясо. Как все уложено, как все запаховано. Интересно, с головой лапами, чтобы было видно, как он выглядел. А это грибы, и вон. Все, пойду я найду Леру и покончу жизнь самоубийством.